Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и сегодня мы поговорим о недельной главе Торы Хаей Сара. Хочется сразу же отметить, что переход от недельной главы Ваера, недельной главы той недели, главе Хаей Сара, носит крайне резкий характер. Раздел Ваера полон бурных событий той эпохи. Война Авраама с четырьмя царями была важным международным событием. Гибель Содома и Гаморы также являлась сенсацией и имела огромное значение. Что касается же событий внутреннего мира человека, то достаточно назвать жертвоприношение Ицхак. В разделе присутствуют ангелы и затрагиваются высшие сферы. Его характеризует, дорогие друзья, огромное напряжение, великие потрясения. К примеру, история гибели Содома и Гаморы крайне сложна и заставляет нас задумываться о столь фундаментальном вопросе, как степень вмешательства Творца в происходящее в нашем мире, а также саму по себе возможность тотального уничтожения после потопа целых населенных областей и регионов, несмотря на обещание Всевышнего сохранить наш мир. Раздел Хаей Сара, дорогие друзья, является собой почти полную противоположность предыдущему разделу. Он выдержан в очень спокойном тоне. Приобретение пещеры Махпела и похороны Сары, сватовство Ривки, женитьбой Ицхака и в конце раздела описывается смерть о врагам. В отличие от предыдущего раздела, в котором каждое событие является чем-то незаурядным, выходящим за пределы обыденного, дорогие друзья, в данном разделе описывается то, что в сущности может происходить в каждом поколении, везде и всегда. Споры по поводу земельного участка для захоронения случаются и сегодня. Только в роли хитийца оказывается ответственное лицо похоронной кампании, дорогие друзья. История сватовства Ривки в конечном счете не столь уж драматична. Почему такой контракт, дорогие друзья? Что хочет Тора этим сравнением, этих двух недельных глав нам рассказать? И чему она нас хочет научить? Почему же наша глава называется Хаей Сара? Ведь в ней Сара и Авраам умирают. Эти и следующие вопросы давайте попробуем рассмотреть и разобраться в них. Начнем мы с вами с того, что наша традиция учит нас, что дом нашей праматери Сары обладал уникальными качествами. Благословление обильного хлеба, которое является качеством гостеприимства. Облако духовности, которое всегда витало над ее домом. И тот факт, дорогие друзья, что свеча, зажженная перед субботой для шаббата, горела всю неделю до прихода следующего шаббата. Обратим наше внимание на эту свечу. Идея этой свечи заключает в себе важнейшее сообщение о том, что каждый день недели лишь прелюдия к великому дню недели шаббата. Это наша душа, которая постоянно жаждет шаббата среди повседневных дел в дни, в будничные дни мира. Человек, дорогие друзья, не может верить, что каким-то образом разные неприятности, тяжелый труд, препятствия и вызовы обыденной, обычной жизни и в самом деле являются основным содержанием нашего существования и определяют цель нашей жизни. Те, кто думает таким образом, вряд ли сильно удалены от остального животного сообщества, которое существует только в данный момент, в настоящее время, без какого-либо большого видения того, какой должна быть жизнь и какова цель его существования. Только день шаббата, дорогие друзья, позволяет нам разложить всю неделю в перспективе и позволяет нам увидеть величие, которое Творец предназначил для всех нас. На протяжении веков, дорогие друзья, критерием нашей легитимности всегда было то, что мы соблюдаем шаббат. Мы приняли шаббат и следили его своим именем и позже в истории даже своей фамилией. Наш народ всегда хотел, чтобы нас отождествовали, сопоставляли с шаббатом. Потому что мы понимали, что свящая жизнь горит от одного шаббата до другого и никогда не угасает, давая тем самым нам какое-то представление и цель вечности в остальном же, так сказать, ограниченном мире. О шаббате написано много великих трудов, галахических, философских, даже причудливых, вдохновляющих и, конечно же, психологических. Все они имеют дело со специфическими гранями шаббата, который как алмаз излучает свет во всех направлениях, независимо от того, как его повернут. Шаббат стал предметом любви и нежности и не только из-за, так сказать, нашей идентичности, то есть за нашей, из-за гордости. Наш народ понимал, что разрушение шаббата, не дай Бог, означало бы разрушение нации и ее назначение быть святым народом. Это то сокровище, дорогие друзья, которое наша праматерь Сара передала и завещала нам. Пламя от одинокой свечи, освещающая нам путь через зачастую темный и опасный мир будничных дней. Мы являемся, дорогие друзья, сегодня, к сожалению, свидетелями трагедии, постигающей отдельных людей и даже целые группы нашего народа, которые лишены шаббата и не умея и не имея той свечи света, который только шаббат может обеспечить. Вот почему чтение Торы этой недели названа «Жизнь Сары», поскольку пока шаббат живет в нашем мире, наша мать Сара с нами, чтобы утешать и направлять нас, и помогать поднять нас до вечного величия. Кажется, на первый взгляд, шаббат – это очень спокойный подход, остановки на пути и даже падение. Нету экшена, так сказать, как в недельной главе Вайра, полной приключений и переживаний, как в шесть будничных днях нашей недели. Наши мудрецы объясняют это так, прибегая к образу качели. Они не могут качаться только в одну сторону. Если кто-то хочет как следует раскачаться влево, ему придется отклониться и вправо. За взлетом ввысь следует падение. Так же устроено и служение Богу. Тот, кто стремится много достичь в своем служении, не может все время подниматься ввысь. На этом пути неизмежны не только остановки, но и периодические спуски. Настоящее падение, дорогие друзья, с достигнутого уровня. Каждый, кому доводилось испытать такое падение, даже в незначительной степени знает, как непросто это пережить. Анализ нашей истории показывает, что наиболее резкое падение в ней – это грех золотого тельца. В нем, дорогие друзья, хорошо виден именно этот аспект. Народ был резко поднят на высочайший уровень. А ведь люди, дорогие друзья, по своей природе не меняют сущность в мгновение ока. Отсюда, дорогие друзья, и проистекает великое падение. Мы не намереваемся осуждать бурную жизнь, сопутствующую ей резкими переходами. Однако, нельзя игнорировать и неотъемлемо присущее ей падение, мрачную сторону, так сказать, протекающих процессов. Между тем, тому, кто стремится к покою, избегая резких изменений и не делая рывков на своем духовном пути, почти не угрожает, так сказать, опасность падений. У него есть хороший шанс, дорогие друзья, неуклонно продвигаться вперед по своей дороге. Авраам и Сара, дорогие друзья, были одними из величайших примеров во всей истории того, что значит иметь в жизни зачем. Ведь ход их жизни стал ответом на призыв божественного голоса, который велел им покинуть свой дом и семью и отправиться в неизвестное место назначения. Жить в стране, где они будут чужими, отказаться от всех обычных форм безопасности и иметь веру, что живя по стандартам праведности и справедливости, дорогие друзья, они сделают первый шаг к созданию нации, земли, веры и образа жизни, который будет благословением для всего человечества. Этого мне и хочется нам всем пожелать, дорогие друзья, быть такими, как они, следовать по их путям. Будьте здоровы! Браха ве слаха! Соблюдайте шаббат! Шалом! Ваш Равин Каплан! Музыка Субтитры создавал DimaTorzok